Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи сегодня опять Ольга. И сегодня, как и мы планировали, мы будем учиться писать план на 2012 год и на 5 лет еще вперед. То есть каждый выбирает для себя, на сколько лет вперед он будет писать этот план. Канун Нового года – это хорошее настроение, ожидание чуда и перемен к лучшему. Кроме того, это время, когда необходимо подводить итоги, необходимо ставить цели и создавать почву для осуществления всех наших желаний. И чтобы счастье постучалось в ваш дом, нужно очень грамотно использовать именно это время. Одним из важных моментов данного действия – это составление плана на следующий год, и не только на следующий год, но и на несколько лет вперед. Это будет тот самый план, который будет двигать вас к вашей мечте. Как составляется этот план? Я вам буду рассказывать, как это делаю я. Дело в том, что ваше желание, ваше намерение, которые записаны на бумаге, они имеют необыкновенную силу. У меня, например, было такое, как откровение было, когда я, перебирая бумаги какие-то предыдущих лет, нашла то, что я планировала, нашла свои планы. И, в общем-то, я посмотрела, большая часть из того, что было запланировано, была выполнена. И это еще больше меня подвигло к тому, что необходимо все свои планы, все свои желания записывать на бумагу. Значит, я этот план делаю в Excel, но можете делать и в Word, поскольку здесь ничего считать не надо. Значит, верхняя строчка у нас по горизонтали. Будем расписывать время, то есть период, на который мы будем составлять этот план. И нижний столбец – это будут наши цели. Значит, время, ну, здесь вы тоже можете описать так, как вы считаете нужным. Я, например, делаю, пишу ежемесячно на первый квартал. Дальше у меня идет план по кварталам до конца года. И, ну, в данном случае здесь видно, что на 6 лет вперед еще план расписывается. Когда первый квартал кончается, я смотрю, подвожу там какие-то итоги и делаю помесячный план на следующий квартал. Я думаю, что многие из вас планируют не только на месяцы, на годы, но и ежедневные. Все свои планы составляют ежедневно. Но так как я занимаюсь по жизни бизнесом, то это тоже уже стало для меня привычным делом. Каждый вечер составлять план на то, что мне надо сделать завтра. Значит, мы разобрались с вами со временем, с периодом планирования. Дальше нам нужно определиться с целями. Как определиться с целью? Для того, чтобы определиться с целью, мы будем с вами создавать колесо жизни или колесо жизненного баланса. Это колесо очень наглядно может вам продемонстрировать ваши сильные и слабые стороны жизни. Ну, как правило, это колесо чертится круг. Этот круг разбивается на 8 секторов. Вы можете не на 8, можете на большее количество секторов его разбить. Вот здесь я вам даю 16 направлений. Но я делаю 8, поскольку на практике было определено, что все-таки 8 – это самый оптимальный вариант. А так вы можете создавать сколько вам угодно. Значит, здесь я даю перечень, ну, как я это вижу. Вы можете этот перечень добавлять, вы можете изменять, вы можете выбрать… Вот я из этого перечня выбираю 8, те, которые для меня наиболее актуальны. Может быть, для вас будут какие-то другие сферы более актуальны. То есть это делает каждый сам для себя. Итак, мы начертили круг. Мы разбили его на 8 секторов. Мы определились с важнейшими сферами нашей жизни, которые нас волнуют. И каждый сектор пометили, возле каждого сектора написали его название. Дальше нам нужно определить нашу удовлетворенность. Нашу удовлетворенность именно вот этой сферы нашей жизни. В данном случае предлагается оценивать эту удовлетворенность в процентном отношении. То есть от 1, от 10 до 100%. От 10 до 100%. Здесь видите грудуировку от 1 до 10. Но для кого-то, если для кого-то будет сложно определять в процентном отношении, есть еще один вариант. Можно разделить либо на 4 части, каждую разделительную линию каждого сектора. То есть от очень плохо, плохо, хорошо, очень хорошо. Ну, либо на 5 вы можете еще посередине сделать неплохо, нехорошо. Какой-то средний вариант. Может быть, для вас это будет удобнее, нежели определять в процентном отношении. Следующая задача – определить именно вашу оценку, до какой степени данная сфера вашей жизни, именно поставить оценку. Как вы оцениваете данную сферу вашей жизни? Ну, например, это может быть, вот в данном случае разделено пространство вокруг нас. Дальше это пространство вокруг нас. Это здесь имеется в виду дом, город, квартира. То есть то пространство, в котором вы живете. Семья и друзья, здоровье, деньги, карьера, время, любовь, развлечение и отдых. Но рядом здесь я вам даю более широкий перечень. Перечень сфер, которые вы можете выбирать. После того, как вы определили, поставили свои оценки, у вас у каждого получится свой рисунок. То есть вот вы определили, например, сферу здоровья и провели линию там, где вы оценили свое состояние здоровья. Дальше вот на данной картинке духовность. Тоже провели линию ваше окружение. Провели линию карьера, финансы, отношения, саморазвитие, яркость жизни. И у вас получится некая фигура. Эта фигура в идеале должна представлять собой колесо. Именно то колесо, с которым вы едете по жизни. Рисунок у каждого получится свой. И тот рисунок, который вы видите, это и есть то именно колесо, которым вы едете по жизни. И чем оно у вас квадратнее, тем больше трудностей и переживаний на вашем пути. Вы сами можете видеть, насколько далеко вы отошли от идеальной формы этого колеса. Примерно настолько вас и потряхивает в жизни, путем всевозможных переживаний, депрессий, болезней или еще чего-нибудь. А если у вас какая-то область выражена очень сильно, остальные только в зародыши, то это повод задуматься. Представьте себе, как такое колесо будет катиться по жизни. Легко ли вам ехать на этом колесе? Ну, я не думаю, что легко. И, в общем-то, ваша задача для того, чтобы это колесо сделать именно круглым. И вот именно для этого и необходим план действий. На год, на пятилетку или на более длительный период. На месяц, на квартал. Как вы пожелаете. Ну, сейчас мы немножечко рассмотрим все сферы, все важнейшие сферы, которые я вот вам на предыдущей картинке, которые я вам обозначила. То есть, ну, мы возьмем их 16, чтобы у вас было из чего выбирать. Значит, нужно иметь в виду, что если неудовлетворенность в чем-то одном, может уменьшить вам радость от преуспевания в другом. И наша задача выяснить, где у вас перекос и начинать работать по исправлению этой ситуации. Вот эта техника колесо жизни наглядно позволяет увидеть, как вы смогли реализовать себя в различных сферах жизни и помогает определиться с целями и задачами на будущее. То есть, вот сейчас мы опять берем план наш, и здесь видно, что здесь уже расписаны все цели, которые я считаю для себя актуальными. Здоровье, семья, бизнес, финансы, друзья, общение, развлечение, отдых, увлечение, хобби, самообразование. Ну и я еще в своем плане я дописываю графу, такую графу, как благотворительность. Как благотворительность. То есть, если у вас все хорошо, если у вас все получается, то необходимо в этой жизни делиться. Итак, начнем рассматривать отдельные сферы для того, чтобы вам было легче планировать свои действия. Но самое главное, это, конечно, здоровье. Здесь вы должны проанализировать и сделать определенные выводы, как вы следите за своим здоровьем. Пьете ли вы чистую воду? Употребляете ли витамины, пищевые добавки? Делаете ли зарядку? Посещаете ли спортзал? Ходите ли в сауну, баню, бассейн? А может быть, вы давно не были у врача, не сдавали анализы, не проводили какое-то обследование профилактическое? Или же вы очень хотите съездить в санаторий и поправить определенные сферы своего здоровья? Это все у вас должно отражаться. Все это должно отражаться в вашем плане. То есть здесь очень большие возможности для творчества. Ну, следующая сфера – это личное отношение и семья. Здесь тоже вы себе должны задать ряд вопросов. Все ли вас устраивает в семье? Достаточно ли внимания вы уделяете своим близким? Могут ли ваши близкие разделить с вами горе и радости? Можете ли вы что-то сделать для улучшения отношений? Или вам необходимы изменения в отношениях? То есть здесь вы можете планировать встречи, можете планировать общение, совместный отдых, помощь, поддержку. Ну, или же планировать внесение каких-то изменений в отношениях. Следующая сфера – это друзья. Скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты. Это тоже очень важная сфера, потому что друзья – это как раз та категория людей, на которых мы можем опереться в нужный момент, которые могут с нами и поплакать, и помолчать могут с нами. Вот здесь тоже нужно задать себе такие вопросы. О таких ли в друзьях вам все время мечталось? И могут ли эти ваши друзья разделить с вами радость и горе? Или с ними только приятно потусоваться, провести время? Можете ли вы рассчитывать на поддержку друзей в трудную минуту? Здесь тоже возможно, что может быть у вас возникнет желание что-то изменить. И это желание тоже должно быть отражено в плане. Следующий важный момент – это ваше финансовое положение. Ясно и понятно, что если ваши финансы поют романсы, то вы не можете себе позволить многого того, что вы хотите. И поэтому финансам надо тоже уделять достаточно внимания. Достаточно ли у вас денег для обеспечения комфортного уровня жизни? Сколько денег вам необходимо, чтобы чувствовать себя удовлетворенных? Знаете ли вы, на что потратите деньги, когда получите нужную сумму? Это тоже очень важный момент. Потому что зачастую люди говорят, я хочу миллион, а куда, зачем он тебе этот миллион? Люди имеют, как правило, очень маленькое представление. В основном хочу крутую машину, хочу дом на Мальдивах и так далее. Но, в общем-то, эти моменты тоже нужно очень хорошо продумывать и прочувствовать. Потому что, когда будем заниматься визуализацией, это будет иметь очень большое значение. Так как сами по себе деньги визуализировать можно, конечно, но вообще-то это не рекомендует. Рекомендует уделять внимание цели, на которые эти деньги вам нужны. Но в данном вопросе здесь в плане у вас может присутствовать либо повышение зарплаты, обращение к начальству с просьбой о повышении зарплаты или какая-то подработка, поиск подработки, дополнительные доходы от бизнеса, доход от инвестиций и само по себе увеличение количества денежных потоков. То есть все это должно быть отражено в вашем плане. Следующий момент – это карьера. Задайте себе вопрос, что означает для вас карьера? Что это? Определенная должность, это работа из дома, благодарность клиентам, больше доход, создание структуры, если вы сетевым бизнесом занимаетесь, достижение определенной квалификации или продвижение по социальной лестнице, повышение личного мастерства. Исходя из ответов на эти вопросы, вам необходимо будет планировать свою дальнейшую деятельность. Помните, как мы с вами уже говорили ранее, что все наши позитивные мысли, позитивные разговоры должны сопровождаться позитивными действиями. Вот исходя из вашего плана и должны вытекать все ваши позитивные действия. Следующая сфера деятельности – это развлечение и отдых. Как вы желаете развлекаться и отдыхать? Что вы хотите? Больше путешествовать, прочесть какую-то книгу или вам по душе активный отдых, а может посещение дискотеки или бара, может просто выспаться или заняться медитациями или йогой. Вы давно не были в театре, музее или на концерте, а может быть вы хотите прыгнуть с парашютом? Вот ответ на эти вопросы позволит вам и дополнить ваш план теми действиями, которые приведут вас к получению желаемого. Следующая сфера – это хобби. Ответьте на вопрос, что значит для вас хобби? Хватает ли у вас времени на любимые занятия? Достаточно ли у вас денег? Ведь хобби зачастую – это очень дорогое удовольствие. А может быть вы хотите участвовать в каких-то выставках или хотите создать свой сайт, чтобы заявить всему миру о себе? Планируйте. Пусть в вашем плане будут самые фантастические мечты, даже порой кажущиеся неизбыточными желаниями, но все это должно быть в вашем плане. Это то, к чему вы будете стремиться, то, что мы будем визуализировать и с чем мы будем работать в ходе обучения по исполнению своих желаний. Следующая сфера деятельности – это путешествия. Что для вас путешествия? Другие страны, новые места на планете? Или это новые места в вашей стране или в вашем городе? Это встреча с новыми людьми, новые впечатления, новый жизненный опыт? Это открытие для себя чего-то неизвестного, необычного и нового? Фантазируйте, мечтайте, записывайте это на бумагу, если вы действительно этого хотите. И, конечно, старайтесь это делать. Если средства не позволяют путешествовать по дальним странам, много интересного можно найти в своем городе, у себя в стране, и не надо так далеко ездить за новыми впечатлениями, за новым общением и за открытием неизвестного. Ну а по мере того, как у вас будут появляться возможности, вы будете расширять сферы своего интереса на другие страны, на другие континенты и будете получать от этого удовольствие. Следующая сфера – это личностный рост и самосовершенствование. Что это значит для вас? Вы хотите прочитать какие-то книги, вы хотите найти себе личного тренера, хотите посетить тренинги или семинары, может быть, вы желаете заниматься медитациями, йогой, а может, вас интересуют цигун или другие какие-то практики. Что вы делаете для своего самосовершенствования и развития как личности? Запланируйте это дело для того, чтобы и эта сфера деятельности у вас развивалась очень гармонично. Далее – дом и окружающее наше пространство. Нравится ли вам место, где вы живете? Любуетесь ли вы своим домом, подъездом, квартирой, вашей комнатой? Страна, город, в котором вы живете – это то, что вам нужно? Как комфортно вы себя чувствуете в тех пространствах, где вы живете? Или вам нужно что-то поменять, что-то переставить, что-то обновить? Включайте это тоже в свои планы. Окружение. Проанализируйте, какие люди вас окружают, доставляют ли удовольствие общение с ними, помогают вам эти люди в развитии или только тормозят ваше развитие. И нет ли ситуации, когда, находясь среди людей, вы одиноки? Может, вам нужно поменять окружение? А может быть, в вашем окружении есть люди, после общения с которыми вы чувствуете усталость, пустоту и разочарование? Это уже тоже сигнал к тому, что необходимо менять свое окружение. Планируйте и эту сферу деятельности. Многие из нас страдают вещицизмом, окружают себя вещами, которые, в общем-то, не нужны, которые устарели, от которых уже можно избавиться. Как комфортно вы себя чувствуете с вашими вещами? Может, наступило время навести некоторый порядок, поменять их на новые, от чего-то избавиться, что-то может переставить, убрать. Ну, короче говоря, навести порядок в вещах, которые окружают вас. Свободное время. Это тоже очень важный момент, поскольку у людей, как правило, по жизни не хватает двух вещей. Это времени и денег. Вот можете ли вы свободно распоряжаться своим временем, так, как вы хотите? Накомо ли вам ощущение личной свободы и независимости? Либо вы находитесь под влиянием пожирателей вашего времени? Вы знаете, что пожиратели времени – это может быть и телевизор, это может быть и интернет, это может быть какие-то тусовки. То есть вы тратите время на то, что не дает вам, например, для вашего личностного роста или для вашего духовного роста, абсолютно ничего не дает, а в некоторых случаях и даже наоборот, оказывает дурное влияние. Проанализируйте вот эту сферу деятельности, возможность высвобождения свободного времени для более полезных, более нужных вам занятий. Творчество. Что означает для вас творчество? Способны ли вы создавать что-то новое, оригинальное, уникальное? Хотите ли вы научиться творчески мыслить и действовать? Хотите ли вы развивать свои таланты и способности? Занимаетесь ли вы любимым делом? Есть ли у вас возможность самовыражения? Включите и эту сферу деятельности в свои планы. Любовь. Задайте себе вопрос, присутствует ли в вашей жизни любовь? Любовь – это может быть любовь как к мужчине или женщине, любовь к детям, любовь к родителям, любовь к животным, к окружающему миру, к знакомым, незнакомым людям. Любовь – это источник энергии, света и красоты. Достаточно ли вам в жизни любви? А может быть, она уже насовсем ушла из вашей жизни? И здесь тоже нужно предпринимать какие-то действия для того, чтобы иметь вот именно этот источник энергии, света и красоты. Внутренняя гармония. Внутренняя гармония – это то, насколько вы принимаете себя, насколько вы нравитесь себе, все ли у вас устраивает, в вашей внешности, в вашем стиле, как вы оцениваете свои способности. А может быть, вы думаете одно, говорите другое, а делаете третье. Стремитесь ли вы установить правильное соотношение между интеллектом, чувствами воли и сердцем? Как вы оцениваете именно состояние вот этой внутренней гармонии? Может, здесь тоже нужно предпринимать какие-то действия для того, чтобы эта внутренняя гармония жила в вас? Ну вот это все, что я хотела бы проанализировать, какие сферы деятельности я бы хотела проанализировать и помочь вам для того, чтобы вы были на правильном пути при планировании своей деятельности на определенный период. Составляйте планы, корректируйте их, действуйте в соответствии со своими планами, рисуйте свое колесо жизненного баланса. Если вы, например, сейчас нарисуете его, пометьте его, закрасьте его определенным цветом и поставьте, что это именно 2011 год. Посмотрите, что будет с колесом вашего жизненного баланса на следующий год, когда вы будете анализировать то, что сделано и создавать план на 2013 год и будете корректировать свое колесо жизненного баланса. Что у вас изменилось? Это будет очень ярко, очень наглядно. Вы сможете это видеть. Если вы будете это делать в течение нескольких лет и будете стремиться к тому, чтобы это колесо у вас было круглым, чтобы оно было полным, то есть дошло до состояния, что у меня все превосходно. И все абсолютно сферы деятельности, все сферы жизни у меня находятся на очень высоком уровне. И поверьте, тогда катиться по жизни вы будете с удовольствием. Ну вот на сегодня все. До свидания. Пока-пока. С вами была Ольга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok